Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский с рабочим визитом посетил поселок Красная. Делегация, в которую также вошли депутаты, прокурор и руководители профильных департаментов, посетила детский сад. Поселка встретилась с Советом ветеранов и провела прием граждан по личным вопросам. Подробнее расскажет Александра Литкова. Обновленный детский сад в поселке Красная начал работу две недели назад. Как признаются работники учреждения, после ремонта здесь стало намного теплее и уютнее. Вместе с депутатами окружного собрания губернатор осмотрел музыкальный зал, пищевой блок и группу детского сада. Детский сад сейчас работает до 6 часов вечера. Забирать детей родители должны не позднее, чем за полчаса до закрытия. Это время не устраивает ни родителей, ни воспитателей. И нам бы очень хотелось, конечно, по... Вот мы писали уже по детальству, чтобы дети работали в детском саду. Сейчас у нас дети находятся до 18.00. Ну, сейчас в прошлый раз, по-моему, обсуждали. Да, до оптимизации, когда вот они ходили до 7.30 утра, до 5.30, это было гораздо удобнее. И родители, да, и удобнее. Тем более сейчас у нас в сообщении с искателями автобус выходит поздно, с города, с искателей, да. И в связи с этим, если малые родители надо уникать по каким-то делам, то есть он не успевает забрать ребенок, конечно. Этот вопрос будет решен профильным департаментом в ближайшее время. После осмотра детского сада делегация отправилась навстречу советам ветеранов поселка. В дружественной обстановке за чашкой чая красновчане смогли задать интересующие их вопросы. Основной проблемой в селе, как и везде по округу, является жилищный вопрос. Один из них касается нового окружного закона по выкупу аварийного и ветхого жилья. Мне бы деньги не нужны, мне бы просто квартира нужна. А на эти деньги, что мы получим, это 3 миллиона, ничего не купишь, такую же развалюху купишь, только как у нас сейчас. Александр Цибульский разъяснил принципы работы нового закона, который вступил в силу 1 января текущего года. Воспользоваться правом получить компенсацию за аварийные квартиры в округе на сегодняшний день намерены более 80 семей, в том числе и жителей Красного. Мы принимали это решение по выкупу жилья, это, я так понимаю, в рамках нового закона вы говорите. Это для чего? Для того, чтобы как раз дать эту какую-то альтернативу людям. Если вам кому-то не нужна, допустим, квартира, нужны деньги для улучшения жилищных условий, то можно взять деньги за эту квартиру, допустим, продать свою, купить большую квартиру. В этом смысле мы нашли это решение, но оно пока такое. Дать в городе сейчас невозможно, потому что в городе огромная очередь стоит людей, которые ждут переселения из ветхого аварийного, инвалиды, дети-сироты. А социальную очередь я даже не говорю, это там почти 2000 семей стоят в очереди. И эту всю проблему надо решать. Еще один волнующий жителей поселка вопрос касается правил рыболовства. В частности, закон об ограничении рыбалки в летний период на реке Печоре. На сайте прокуратуры тоже подготовлено разъяснение к этому закону. И, к сожалению, там не все так просто, как считали, что вот сейчас примется новый закон и всем разрешат рыбачить. Да, рыбалка не ограничена с удочкой. Вот таких ограничений нет. Но, наоборот, правила, в том числе правила рыбалки сетями, они, наоборот, ужесточены, на мой взгляд. И, наверное, это объективно правильно. Сами правила рыбалки будут приниматься правительством и компетентными органами. В завершении рабочей поездки Александр Цибульский провел личный прием жителей в поселковой администрации. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Знаете, Юрий Антон?